Чтобы помочь набраться сил недоношенным детям, волонтёры для них вяжут разные изделия и передают их в областной родильный дом. Где волонтёры берут необходимые инструменты, какова польза от их изделий, тему продолжит наш корреспондент. Как известно, раньше недоношенных детей выхаживали, положив их в тёплый головной убор из натуральной кожи. И держали малыша там столько дней, сколько ему оставалось до родов. Сегодня эта традиция немного изменилась. Вместо головного убора используют вязаные тёплые вещи. Наша съёмочная группа встретилась с волонтёрами, которые занимаются изготовлением таких вещей. Здесь, в клубе волонтёров, мы вяжем носки, шапочки, жилеты. Уже пять лет как Эльвира занимается этим благородным делом. Вначале она была не уверена в своих действиях, а сейчас вязание стало её любимым делом. Сейчас в клубе волонтёров, который функционирует уже в течение семи лет, насчитывается более 30 участников. За прошлый год мы сдали более 60 комплектов. Много и игрушек, около ста. Ранее перинатальный центр запрашивал у нас носочки. Оказалось, что родители забирают их с собой. Мы связали им около 40 пар. Вязаные вещи собирают и сдают в роддом каждые три месяца. Есть родители, которые иногда звонят на личный мобильный телефон и просят вязаную одежду. И это вдохновляет нас, говорят волонтёры. Эльвира, как всегда, сдаёт бесплатно в областной перинатальный центр связанную одежду для недоношенных. Эти вязаные вещи обладают раздражающим воздействием на тело малышей. Ребёнок реагирует, двигается. Также они поддерживают равномерную температуру тела малыша. Нельзя сказать, что мы одеваем эти вещи всем недоношенным. Мы их используем только с согласия родителей. По статистике, за год 30% детей в роддомах появляются на свет недоношенными. И вязаные шестяные изделия очень полезны для их физического развития. Поэтому это благое дело волонтёров заслуживает большого уважения.